Я уже довольно давно заценил такую вещь, как индейка. Мясо индейки не такое надоедливое, как курятина, например. В то же время не такая калорийная и нажористая, как говядина или баранина. Вонючую жирную свинину мы вообще не рассматриваем. И, конечно же, не такая жирная и вонючая, как утка. Но при этом индейка по фактуре. Ну, вернее, не по фактуре, а, конечно же, по текстуре. Чуть я. Очень напоминает эту самую говядину. Так что это неплохой вариант диетического мяса, когда курица уже просто заебала. По стоимости индейка тоже где-то посередине. Если куриные грудки стоят рублей 200 за кило, духовая говядина 500 рублей, а баранина 600 рублей, то грудки индейки будут стоить рублей 400 за килограмм. Основная проблема с белым мясом индейки это в том, что оно получается очень сухое. Я вообще предпочитаю мясо и даже курицу готовить в духовке. Но, к сожалению, индейка в духовке получается практически обветренная. И, я не знаю, приходится ее в фольгу заворачивать перед приготовлением. Поэтому гораздо проще готовить индейку на сковородке. Так что изицепт на жористой и не очень сухой индейки. Как отжарить груди индейки? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Берем грудку индейки без кожи, моем ее, потом берем сковородку, подэшечки наливаем туда растительного масла, все это масло вот так вот разливаешь по всей сковородке. Да, несмотря на то, что эта сковородка имеет антипригарное покрытие, это всего лишь говорит о том, что когда на нем еда сгорает, она не пригорает. Для того, чтобы она медленнее сгорала, масло все равно нужно. После чего включаешь газ или электричество и кладешь индейку. Дальше ее нужно посолить, и я еще обычно добавляю чуть-чуть уксуса. Понятное дело, что если добавлять его уже в процессе жарки, то маринованным от этого мяса не станет. Но все-таки уксус придаст вот этот вот легкий и столь любимый привкус шаурмы. Прям чуть-чуть им полей индейку и нормально будет. Дальше посыпаешь мясо любой приправой, какая тебе нравится. Мне вот нравится приправа для плова. Вообще все вот эти вот надписи для плова, для курицы, для рыбы, это яркий пример приправ, которые позиционируются на лохов. Потому что тру-повара не покупают мешочки с надписью для курицы или для мяса. Они покупают отдельные приправы, именно те, которые им нужны. И на упаковке будет написано название самой приправы. Ну не знаю, гвоздика там или базилик. В общем, посыпаешь это все любимой твоей приправой, какая тебе нравится, по запаху или по вкусу. Дальше ложечкой так аккуратненько размазываешь по всему мясу. И обязательно накрываешь крышкой. Это тот самый момент, который не позволит мясу индейки слишком сильно высохнуть в процессе жарки. Ну общее время приготовления где-то 40 минут. Соответственно, с одной стороны жарим 25 минут, а с другой 15. Следим за прожариванием индейки. В принципе, проверять готовность очень легко. Берешь ножичек и вот так вот прорезаешь грудку. Если внутри такое есть водянистое серо-розовое мясо, значит оно еще сырое и нужно пожарить чуть подольше. Только когда ножичком будешь тыкать, смотри, не поцарапай антипригарное покрытие сковородки. Дубаюб. Прожарив на одной стороне минут 20-25, переворачиваешь ее и начинаешь жарить на другой стороне. Вторую сторону тоже желательно посолить и можно присыпать приправами. Крышкой не забудь накрыть, иначе будет очень сухо. Через 40 минут вновь проверяешь, готово ли мясо, и, в общем-то, индейка готова. Она действительно получилась достаточно сочная, по крайней мере, не очень сухая, и офигенно вкусная. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы. Лайк, подписка, бубенца. Продолжение следует...